Вот, да, я проясняю нюансы вот этой мануальной манипуляции, да, когда вот сюда давишь на шею, то важно, чтобы были рычаги, как можно большие, потому что если ты делаешь рычаги вот так, то ты давишь только вот этой частью короткой, чем рычаг длиннее, тем эффективнее твоё нажатие, вот так, я думаю, вот так. Иногда в прыжке, ты видела, у меня там видео есть, я подпрыгиваю прям в прыжке, это красным, хоп, если человек вот такого роста. Вот, это первый нюанс. Второй нюанс, ты правильно заметил, да, что мои руки, они на самом деле расслаблены, они напрягаются только в тот момент, когда я делаю саму манипуляцию, раз, делал, и всё, опять расслабился. Поэтому человек не ждёт, он не напрягается, он не ожидает, как будто там... А у меня сразу напряжение, да, у руки раз, а потом уже пошла. Ах, да, у тебя руки жёсткие сами по себе, то есть тут надо научиться вот этому вот манёвру такому, да, вроде бы и мягко, и жёстко одновременно. Например, вовремя напрячься, вовремя расслабиться. Я тебе постоянно говорю о том, что ты руку туда поплав, наверное, вот расслабь, 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 они вот эти жёсткие в запястье вот тут ты прям держишь, потому что там пальцы расслаблены, но запястья очень жёсткие. Опять же, да, попробуем вот это вот. Смотри, вот можно вот так вот схватить голову, да? Вот так сделать. Можно вот положить вот так. Вот так сделать. Второй захват. Можно спереди. Вот так вот. Тридцый захват. Да, я могу то же самое, взялся вот вот, проверяю рукой, потому что он бежит. Может, так покажу. Вот он бежит, видишь? А отсюда я вверх подаю. Опа. Немножко вверх именно. То есть, как бы мы череп, получается, протняли и пересадили вот так. Толку при этом пересадки не ровно вертикально, а ещё проверяем вот этот угол наклона. Вот он должен работать. Понимаешь? Получается, вот обхватил, да, человек, ну, человека боятся, когда его обхватывают. Да, 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 да. Вот это уже, она просто испугается, в руках попало и... Из-за этого руки-то и делаешь мягкие, в первую очередь. Поэтому, да, надо мягче, чтобы было. Ну, главное, на мышце сделать резко, так, чтобы не упугал себя. Ну, вот так было. Ну, вот посмотри, как вот так вот уже тоже грубо, да, уже... Нет. Дело в том, что, опять же, любую часть ему тоже не будем делать. Не грубо, да. Если есть расслабленность мышцов в самих временах, то соприкосновение, оно не грубо. Да, часто, вот, называется, внутренне, когда, то есть не даёт грубости. Он занимается единоборством, он знает, да, вот, именно вот этот вот... Вот этот баланс, мягкость... Я вот, у меня беда какая, я не могу шею ставить, да, боюсь я вот этот рубеж, что, мне кажется, тут страшно, что-нибудь сломали, там, или ещё чего-нибудь. И они у меня в напряжении поставят. А смотришь, да, вот они там, как начали, тоже вот он трогает, чик, блядь, вот, особенно вот в эту сторону, показывают, там, оп-оп, приставь. Ну, не знаю, я вот этого боюсь. Ну, тренируйся на молодых, здоровых, вот таких, как у нас сегодня Денис. На пенсионерах даже лучше не подходим. Там давление шара, там давление, остеофиты, там перенапряжение. Можно положить голову. Пошли чуть-чуть. А, можно заканчивать. Десять минут. А, ты говоришь, две недели. Да, вот, смотри, вот так даже можно, это вообще на луку положить. Видишь, только я буду поднимать носочки, у меня ничего не делаешь. Ну, вот так сделал, да, руку. Раз и пошёл. Ты не скажешь, что ты голову оторвал. То есть это не сворачивание шеи, это не как в кино. А вот то, что, когда я вот делаю, да, вот человек положил голову, начинаю его раскручивать. И вот этот вот, да, секунду. И вот этот рывок, вот делаю, это неправильно. Надо вот ещё вверх его поднять или так. Вот смотри, да, я положил человеку, вот раскрутил его, вот как чувствуешь, и вот так, чих-то рада. И всё, я нахуевшу у меня. А у меня вопрос такой, а ты внутрь как-то отрагиваешься, да, ты вообще себе представляешь, что там внутрь происходит? Вот эту структуру самому прости. Ну, честно, там, если же нет. Ну, так это вообще представляется ваше, по моему пониманию, что вы представляете? Ну, как бы в трехмерном проекте. Ну, нет, так-то я понимаю, как позвонки на позвонке, они идут. Здесь уже не так у меня, а в шее-то они нахлёсты. А второй позвонок, он... Это астекс маленький, самый, он идёт, держит атлант, вот этот весь. Он сквозь атлант проходит, вот так, сквозь, получается, вот этот отрывок. Поэтому я думаю, что это как опора, и чтобы не бояться это сделать, это как... Ну, вот если он такой маленький астекс, он же очень маленький, сам по себе, держит атлант. И я его же не могу свернуть, сломать, или как? Тебя некоторые не сломаешь. Там же поддерживают мышцы сухожилия, они сильны здесь, мразь. И за это как бы, ну, как я это понимаю, их ещё представляешь. Вот они вот так тянутся, просто потянула, она здесь потянулась, увеличилась сразу, мне кажется, сухожилия мышцы растянула. Вот такого плана как-то, в моём понимании. Да. И, соответственно, с практикой всё передать, тренируйся на таких вот у нас спортсменах, молодых, проще. А потом уже, когда понятие будет не в голове, а в руках, да, они сами уже будут делать. Да вот так, чтобы раз-два, блин. Всё это можно достигнуть. И, пожалуйста.